Уважаемые коллеги, поздравляю вас с наступившим 2017 годом. Завершились новогодние каникулы, многие из вас провели их в своих избирательных кругах, встречались с избирателями. Сегодняшним заседанием мы начинаем работу Государственной Думы в 2017 году. Это знаменательный для истории нашей страны год. Мы вступили в год столетия судбоносных событий революции 1917 года, радикально изменивших всю жизнь России политическую, экономическую, культурную, религиозную. Несомненно, что в течение нынешнего года мы неизмежно будем возвращаться к тем событиям, к их причинам, к надеждам, к целям творцов тогдашних глобальных катаклизмов. Полученным в итоге их усилий результатом. Также, несомненно, что не только в нашей стране, но и во всем мире будут изучать и осмысливать то, что произошло в России сто лет назад. Важно всегда помнить уроки истории и беречь те ценности, которые важны для развития страны. Память о тех драматических событиях не должна становиться дополнительным источником раскола нашего общества. Опыт революции учит тому, что какими бы сложными ни были социальные противоречия, их разрешение не должно происходить через конфронтацию. Нам необходимо общественное согласие, объединение людей в разных взглядах и убеждениях вокруг консолидирующих целей и ценностей развития России. И многое в решении этих задач зависит от активной позиции парламентских партий, ведущих политических партий нашей страны. Уважаемые коллеги, сегодня мы открываем вторую из десяти сессий Государственной Думы Седьмого СОЗЭЛа. Эта сессия – важнейший этап и фундамент нашей работы на все ближайшие годы. От того, какую основу мы заложим в предстоящие месяцы, какой темп в работе сумеем набрать, как сможем реализовать на практике новые требования в законотворческой деятельности, будет зависеть эффективность парламента, качество законодательного обеспечения развития нашей страны. Именно эту задачу президент Российской Федерации Вадим Владимирович Путин обозначил в своем послании к Федеральному Собранию нам, коллеги, депутатам Государственной Думы. В рамках второй сессии предстоит провести 40 пленарных заседаний и 6 региональных недель. С учетом внесенных в предыдущей сессии инициатив на рассмотрение Государственной Думы в настоящее время находится 2343 законопроектов. При этом анализ показывает, что законотворческая работа распределена между комитетами не всегда равномерно. Самая большая нагрузка ложится на 5 комитетов Государственной Думы. Комитет по государственному строительству и законодательству, Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, Комитет по бюджету и налогам, Комитет по труду и социальной политике, делам ветеранов и Комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. На их долю приходится более 50% находящихся на рассмотрении в Государственной Думе законопроектов. Эти комитеты Государственной Думы должны быть в первую очередь обеспечены всем необходимым уже в ходе второй сессии, в том числе имея в виду привлечения к работе ведущих вузов, отраслевых специалистов, экспертов-правоведов, представителей профессиональных организаций делового сообщества. Но этого будет недостаточно. В ходе работы над законопроектами необходим постоянный диалог с представителями гражданского общества. Граждане должны иметь возможность изучить предлагаемые проекты законодательных решений и высказать свое мнение. Это позволит еще на этапе рассмотрения законопроектов в Комитетах увидеть имеющие риски, учесть различные общественные интересы, согласовать позиции и избежать возможных ошибок. Коллеги, в организации такой работы мы видим четкий ориентир от президента России. 29 декабря 2016 года глава государства отклонил федеральный закон, который предусматривает создание федеральных и региональных информационных систем контингентом обучающихся. Это произошло из-за того, что принимая данный закон, при соблюдении вроде бы всех формальных требований не сделали главного. Не услышали обоснованные аргументы и возражения представителей гражданского общества. Напомню известное высказывание. Демократия – это прежде всего процедура. Четкое выполнение парламентских процедур и правил, содержательное соблюдение норм законотворческой работы вместо иногда формального пробегания по всем пунктам слушаний, заключений и чтений – вот что должно стать приоритетным подходом в нашей работе. Только так мы сможем избежать ошибок. Уважаемые коллеги, повышение качества работы над законопроектами также потребует от нас прекратить процедуру совмещенного рассмотрения проектов-законов во втором и третьем чтениях. Это придаст подготовке законов к третьему чтению дополнительный содержательный характер, что без сомнения повысит качество законопроектной работы в целом. Тем более, что принятая нами поправка в статью 125 регламента Государственной Думы обязывает нас перед третьим чтением рассматривать информацию о готовности органов исполнительной власти к реализации законопроектов. Уважаемые депутаты Государственной Думы, важно подчеркнуть еще ряд тем, которые, безусловно, должны находиться в центре нашего внимания. Кроме повышения качества работы в комитетах, необходимо определить критерии и требования к носимым законодательным инициативам. В ближайшее время рабочая группа под руководством первого заместителя председателя Государственной Думы Ивана Ивановича Мельникова представит свои предложения по этому вопросу. Одновременно нам необходимо в рамках второй сессии расставить приоритеты работы в соответствии с тем, как они были сформулированы в ежегодном послании президента Российской Федерации. Одна из важнейших стратегических задач, поставленных главой государства, в ближайшие годы восстановить и обеспечить устойчивость экономического роста страны, причем достичь темпов роста выше среднемировых. И сделать это, опираясь на умножение человеческого капитала, как главного богатства России. Нам предстоит принять ряд важных решений по вопросам развития экономики и предпринимательства, улучшения делового климата, а также по социальной политике. Отдельно необходимо будет завершить формирование правовой базы деятельности некоммерческих организаций, исполнителей общественно полезных услуг, установить требования к их компетенции. Серьезная работа предстоит по блоку вопросов, связанных с защитой окружающей среды. На состоявшемся в конце года госсовете по этой теме было предложено много дополнительных инициатив, в том числе и нормативного характера. В этой связи большая нагрузка ляжет на Комитет по экологии и охране окружающей среды. Анализируя весь комплекс вопросов, связанных с законодательным обеспечением задач, поставленных в ежегодном послании президента, постоянная рабочая группа под руководством первого заместителя председателя Государственной Думы Александра Дмитриевича Жукова представила план работы по их реализации. Для достижения целей и решения задач послания необходимо принять порядка 90 законопроектов. В этой связи нам с вами важно поставить перед собой задачу принятия всех этих законодательных решений в рамках нынешней второй сессии работы Государственной Думы. Задача непростая, но нам, коллеги, необходимо ее решить. Тем более напомню, что мы изменили регламент своей работы, включив июль месяц в рабочий период сессии. Коллеги, важной частью работы Государственной Думы является парламентский контроль. Мы одновременно с правительством инициировали изменения в регламент своей работы. Теперь есть возможность получать информацию по подготовке всего комплекса нормативно-правовых актов, сопровождающих вступление в силу уже принятых законов. Это позволит серьезно усилить работу по контролю за реализацией принятых законов. Достаточно сказать, что в первые три месяца 2017 года в силу вступают 115 принятых федеральных законов. Кроме того, работая в регионах, необходимо постоянно получать обратную связь об исполнении вступивших в силу законов на местах. Для этого важно в том числе стематизировать взаимодействие Государственной Думы с законодательными собраниями регионов. В этом году на Государственной Думе будет лежать основная ответственность за организацию работы Совета законодателей России, приоритетах работы создания условий нашим коллегам из региональных парламентов, подготовки федеральных законодательных инициатив, в том числе на площадке Совета, которая показала свою эффективность. Также нам в рамках Совета законодателей необходимо расширить практику предварительного обсуждения законодательных инициатив регионов. Такая помощь просто необходима для наших коллег из регионов. Уважаемые коллеги, эффективность использования инструментов межпарламентского взаимодействия является важным элементом работы Государственной Думы. Эта работа в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ, Парламентской ассамблеи АДКБ, контакты с парламентами зарубежных стран в форматах двусторонних встреч и групп дружбы. Особо хочу подчеркнуть и работу Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Но отдельно и подробнее хотелось бы остановиться на ситуации, сложившейся в Парламентской ассамблее Совета Европы и вопросе участия российской делегации в ее работе. Мы неоднократно говорили и особо подчеркну, что это консолидированная позиция всех парламентских фракций Государства и Думы. Недопустимо, чтобы делегация любой страны-участницы была лишена права голоса в ПАСЭ. Такое решение противоречит сути парламентаризма как такового, противоречит самой идее общеевропейской парламентской структуры, где должны быть представлены различные позиции стран-участниц. Мы за диалог. Россия – часть европейского сообщества. И мы ведем постоянную работу и выстраиваем на двухсторонней основе контакты со всеми странами-участниками ПАСЭ. Но вопрос участия делегации России в ПАСЭ – это вопрос к самой Парламентской ассамблее Совета Европы. И внесение необходимых изменений в ее регламент. Пока он не будет изменен и не будут защищены права национальных делегаций, участие в работе ПАСЭ не имеет смысла. Уважаемые коллеги, уважаемые депутаты Государственной Думы. В свое время выдающийся русский правовед и философ Борис Николаевич Чечерин писал, «Народное представительство должно служить выражением целого общества. А не какой-либо части. Ибо здесь дело идет об общей для всех свободе, об общественной власти, о решении судьбы всех. Помнить об этом нужно всем и всегда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова